Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. 2847 человек в Карачаево-Черкесии уже сделали прививку от COVID-19. В первом квартале республика получит свыше 15 тысяч доз вакцины. Новая школа и как будут внедрять киноуроки в школах России сегодня единороссы, обсудили новый федеральный проект. Программа о переселении граждан из аварийного жилья в нашей республике завершена. Деньги уже выплатили и люди активно ищут жилье. Овощи круглый год. Карачаево-Черкесия вошла в десятку регионов, лидирующих по производству тепличных овощей. В Карачаево-Черкесии полным ходом идет вакцинация от COVID-19. Уже вакцинированы 2847 человек. Накануне в регион поступила дополнительная партия вакцин «Спутник Ви» более 5000 доз. Всего же в первом квартале Карачаево-Черкесия получит свыше 15 тысяч доз вакцины. Дальше, по необходимости, эти объемы будут увеличены. Сегодня в республике действует 13 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции на базе медицинских учреждений в разных районах Карачаево-Черкесии. Напомню, что в черкесской городской поликлинике, на которую приходится львиная доля желающих привиться, организовано целое отделение по проведению вакцинации. Также принято решение об организации передвижного пункта для вакцинации, который начнет работу уже на этой неделе, отметил глава Рашид Тимрезов. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 190 человек. Из них 16 536 выздоровели, 510 человек госпитализированы. До конца года все образовательные и медицинские учреждения Карачаево-Черкесии будут обеспечены широкополосным доступом к сети интернет. Процесс решения этой задачи глава республики Рашид Тимрезов сегодня детально обсудил с коллегами. В текущем году доступом будут обеспечены еще 52 школы и 43 ФАПа. Скорость потока информации будет достаточно высокой, чтобы школьники и педагоги могли участвовать в различных образовательных программах и конкурсах, сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, проводить телемедицинские консультации. Кроме того, министр цифрового развития республики Руслан Коваленко проинформировал и о других направлениях одно из перспективных внедрения платформы обратной связи для населения, чтобы граждане озвучивали свои вопросы. Сегодня в исполкоме регионального отделения партии «Идейная Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа» состоялось общественное обсуждение вопросов в дополнение корректировки национальных проектов образования и демографии. Также состоялась презентация проекта «Киноуроки» в школах России. Подробности у Мурата Джанкёзова. Открывая встречу, председатель комитета парламента республики Алексей Ганшин рассказал собравшимся о наиболее актуальных событиях в сфере образования и как партийный проект «Новая школа» помогает в их реализации. У нас национальные проекты пересекаются с федеральными проектами и в нашей республике они очень успешно воплощаются. И я думаю, что такие совещания дают возможность нам услышать друг друга и подумать, как нам совместно улучшить эту работу. На совещании отметили, что партийная роль не ограничивается только контролирующей функцией. Основная задача – это повышать эффективность реализации проектов. И именно в этих целях за депутатами как районного, так и республиканского уровня закреплен тот или иной строящийся объект. ЦИК партии принял решение о закреплении за строящимися объектами как дошкольными школами депутатов всех уровней, депутатов Народного собрания парламента нашей республики, а также районных депутатов сельских поселений. Для чего? Для оказания содействия. Не для контроля, а для оказания содействия в тех вопросах, касающихся выделения земельных участок, своевременного, и оказания содействия в завершении установленной сроки. В настоящее время в республике создается единство в системе образования, куда включаются и партийные проекты, которые рассматриваются как стратегические и национальные. Участники заседания уделили большое внимание теме строительства школ и детских садов. В частности, решила необходимость реконструкции инженерных сетей, подводящей инфраструктуру объектов дошкольного образования, построенных в середине прошлого века. Вторая тема встречи – реализация нацпроекта «Демография». И в этой сфере в республике сделано немало, и работа продолжается. В рамках демографии национальной программы в текущем году осуществляется строительство детских садов в пяти муниципальных образованиях Карачао-Черкесской республики и в семи объектов в городе Черкесске. Также в этом году мы приступим к строительству садика на 80 мест в городе Усть-Жигута. «Единая Россия» запустила партийный проект под говорящим названием «Киноуроки в школах России». По мнению единороссов, это оптимальная форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачи воспитания подрастающего поколения. Короткометражные телефильмы будут производиться на территории республики. Дорожники приступили ко второму этапу капитального ремонта участка федеральной автодороги А-165 Лермонта в Черкесск. Настоящее время работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос ведутся в Черкесске по улице Октябрьской от Доватора до Ленина. На участке протяженностью почти три километра задействовано порядка 20 единиц спецтехники. Проведение дорожных работ приведет к временному сужению проезда на существующем двухполосном участке. Управление федеральных дорог «Кавказ» призывает автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и не препятствовать дорожным работам. Во избежание пробок рекомендовано выбирать маршрут в объезд данного участка. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, местами до 4 градусов мороза, а днем 11-16 выше нуля. А в горах местами 4-9 со знаком «плюс». В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 2-4, днем 14-16 градусов тепла. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Их всюду преследовала плесень. Ни в одной комнате скрыться от нее не удавалось. Ее пытались заклеить обоями, обработать специальными средствами. Покидать многоквартирный дом, расположенный в ауле Адыгихабль, по улице Советской Плесень, не намеренно. Ей удалось переселить отсюда часть жильцов на съемные квартиры. Уже сегодня этот дом признан аварийным. В конце 2020 года 16 семей получили долгожданный подарок, денежную выплату за свои ветки и квартиры. Тем самым Карачао-Черкесия стала первым регионом в России, где завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. В каких условиях до этого жили аульчане, лично ознакомилась Александра Коваленко. Вот уже как четыре года в этой квартире царит полная тишина, нет детского смеха, домашнего уюта и суеты. Семья Кемовых вынуждена живет на съемной квартире. И только вдохнув этот едкий запах и воочию увидев эти стены, понимаешь, что жить здесь невозможно. Видеокамера не может передать весь этот букет сырости и плесени, которые втихомолку здесь процветают. Вот это плесень. Вот это все плесень. Глава семьи Кемовых всячески пытался победить недруга. До кирпичей снимал штукатурку. Но новые белоснежные стены спустя время вновь покрывались черным налетом. Потом уже дети начали кашлять. Вот они начали врача вызывать. Врач говорит, у вас запах плесени. Начали открывать, вот мебель все начали перетаскивать, а за ними уже плесень пошла. Вот они и съехали. Ничего не помогает плесени. Она еще больше и больше поднялась уже и наверх. То было снизу, а потом, видите, наверх пошла. И несмотря на то, что фасад здания дома на вид в хорошем состоянии, проектировщиками он признан аваинным. Перекрытие здесь деревянное. Фундамент дома сравнялся с землей. А попасть в подвальное помещение стало невозможным. Сегодня попасть в квартиру очень сложно здесь, потому что многие жильцы даже оставили свои квартиры и съехали. Живут на съемном жилье. Как, к примеру, вот здесь. Несмотря на то, что здесь очень тепло, но здесь жить абсолютно невозможно, потому что здесь плесень завладела всей квартирой. В Карачаево-Черкесии досрочно была завершена республиканская программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской республики на 2019-2025 годы, которая была признана аварийным до 1 января 2017 года. В рамках этой программы переселено 7 аварийных домов. Из них 5 многоквартирных домов в Ужджигуте. Один в Адгихабле и один в Эркен-Шахаре. Благодаря главе нашей республики Темрезову Рашиду Боразбевичу эта программа была реализована в прошлом году. Мы заключили соглашение со всеми собственниками жилья и провели выплаты в полном объеме в прошлом году. Сейчас идет процесс, кто-то ищет квартиру, кто-то уже нашел. Идет процесс оформления этих квартир. После получения выплат жильцы сейчас в активном поиске жилья. В Министерстве строительства ЖКХ Республики нам рассказали, каким образом они осуществлялись. Эта программа распространяется только на многоквартирные дома. И у нас обязательство предоставить квадрат на квадрат. Если семья проживает независимо, сколько человек, если она проживает на 50 квадратах, то наше обязательство предоставить ей 50 квадратов. Выплата жильцам проводится, исходя из оценочной стоимости дома, рыночная стоимость. Независимые оценки в соответствии с 32-й статьей ЖКХ провели оценку этого жилья. И исходя из этой оценки, произошла выплата. В этом доме Любовь Мижева прожила более 30 лет. Она очень надеется, что в ближайшее время в их семье будет новоселье. Но пока приобрести жилье на выплаченные деньги не удается. Цены на недвижимость в ауле возросли в разы, делится с нами женщина. Перечислены нам деньги, все, вовремя все перечислили. Но так получилось, что буквально нам перечислили деньги и сразу поднялись цены на квартиры в Адыхабле. И получилось, что мы, люди ищут, ищут, все квартиры подорожали. И вот некоторым приходится брать кредит, некоторым приходится брать что-то. Каждый как может выходит из этого. Также в эту программу попали многоквартирные дома Узджигуты, жильцы одного из которых были переселены в 2019 году. А остальные жители четырех домов новоселье отметили уже в 2020. И отрадно отметить, что к 100-летнему юбилею нашей республики Карачаево-Черкесия подойдет без аварийного, непригодного для проживания многоквартирного жилья. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия входит в десятку регионов, лидирующих по производству тепличных овощей по стране. Производство в этом году увеличится на 7,6%. По прогнозам Минсельхоза России, в зимних теплицах будет выращено не менее 1,5 млн тонн овощей, что почти 8% превысит показатель прошлого года. Помимо Карачаево-Черкесии, лидерами среди регионов в данной сфере являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края республики Башкортостан и Татарстан. По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, росту производства способствует инвестиции в тепличные проекты. Карачаево-Черкесское отделение пенсионного фонда напоминает, что для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижению пенсионного возраста, бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и другие. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Скифосовский».